Добрый день! Я врач-фитотерпев Борис Качко и сегодня вы узнаете, когда и как правильно ужинать в летнюю жару. Если вы живете в регионе со сменой сезонов года и периодически наступает летняя жара с температурой плюс 30 и выше, эта тема именно для вас, а также для тех, кто планирует провести отпуск в условиях жаркого климата. Мнение о том, каким должен быть ужин, множество. Английский ужин – это плотный ужин с куском мяса. Часто впадают в другую крайность и советуют сделать ужин очень постным, фруктово-овощным. Третьи советуют не ужинать после 18 часов, то есть фактически вовсе отказаться от ужина. Каким же должен быть ужин летом? А расклад продуктов на ужин летом и время приема пищи определяют условия окружающей среды – дневная и ночная температура. Правильное понимание позволяет первично выжить летнюю жару, а заодно сохранить жизнь и высокий уровень работоспособности. Когда лучше ужинать летом? Если ужинать до 18 часов, то летняя жара далеко не самый лучший аперитив, и введенные в зной продукты питания в большей мере будут подвергаться гнению в кишечнике. Для активного переваривания пищи необходимо достаточно много крови, а кровь в таких условиях в большей мере находится под кожей и участвует в охлаждении вашего организма. Примерно с таким же успехом можно перекусить в бане или сауне между заходами в парную. Даже не пытайтесь удивить своего банщика подобным нововведением. Что вы получите после такого раннего ужина? Как минимум нарушение самочувствия и бактериоз кишечника, просмотр гастрономических снов, как максимум ухудшение состояния суставов, работы печени, почек, снижение иммунитета. Именно поэтому ужинать летом необходимо не до, а после 18 часов. А еще лучше и вовсе после заката солнца, как это принято у мусульман в самый жаркий месяц года – Рамадан. Если летняя жара заставила вас в условиях средних широт и разница между ночной и дневной температурой, воздуха составляет градусов 10, ваш ужин не должен быть слишком тяжелым. И английский вариант явно не подойдет. Вместе с тем чудесно было бы использовать ночную передышку и после спада дневной жары. Подкинуть в организм белковых продуктов. Это поможет не только укрепить ваш иммунитет, но и использовать отпуск для безопасного снижения веса. Поэтому в этих условиях лучше на ужин за полтора часа до сна употребить кисломолочные продукты – кефир, простоквашу, йогурт с жирностью не менее 2,5%. Сочные фрукты на десерт приветствуются. Если же летняя жара задержалась в условиях средних широт и значительный перепад температур на протяжении дня отсутствует, тогда на ужин не ранее 18 часов и не ближе, чем за 2-2,5 часа до сна может появиться омлет, сваренные с мятку яйца, либо обработанная лимонным соком рыба с фруктовым гарниром. Теперь вы имеете больше информации, как выбрать себе меню на ужин в условиях жаркого климата и когда должен быть правильный ужин летом. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова